Я считаю, что, конечно, сдерживать искусство и его кастрировать в каких-то местах, это опасно для самой цензуры сейчас уже. Раньше она была, и раньше она была неоспоримой, и никто не мог просочиться. Но сейчас стали люди закручивать гайки и зажимать в такие жесткие тиски, что газовые ключи здесь не помогут. Ну, то есть начали душить, правда, художников и сценаристов в первую очередь. И понятно, что в советской власти находили способы, и все равно какие-то вещи просачивались. И сейчас вот даже дивишься, как это могло выйти, как это могло на экраны так появиться, что как это не заметили. А может быть, ну, я думаю, что и специально не замечали, может быть, это делали специально, что, ну, типа, ну, вот тут вот типа можно. А здесь вот про страшный, ужасный таракан, значит, Чуковского, не знаю, там, кого он имел в виду. Мне кажется, что контролировать искусство должен какой-то очень культурный человек, в первую очередь. А не тот, кто знает, как закрутить и выкрутить руки, заломать за спину и сделать так, чтобы это никогда в жизни не увидели. Это должен быть человек со вкусом, если он должен быть, в чем я сомневаюсь. Правильно вот Герман сказал, что, ну, какое общество, да, такое и искусство. То есть, если общество готово хавать вот то, что ему дают, и это бескусится и так далее, то человек должен сам понимать, что вот это и хорошо, а что такое плохо. Ну, опять же, это дело вкуса, дело вкуса каждого, который, он прививается у нас в семье изначально, потом уже школы и так далее. Но тут основа – это родительское воспитание, первые шесть лет жизни. Вот, если они прошли в среде спокойствия, понимания и поддержки, то, значит, человек будет понимать и воспринимать все правильно. Все окружающие его, даже непозитивные моменты.